Требования в отношении внебюджетного, объема софинансирования внебюджетного. Этот размер зависит от выручки компании. Для компаний поменьше мы предъявляем требования. Для объема поменьше, пониже. И таким образом у нас минимальный порог по выручке для компаний, которые могут претендовать нашу поддержку, 300 миллионов рублей. И при этом, если их выручка, таких компаний не превышает 2 миллиарда, то объем софинансирования достаточно показать в объеме 50%. Не менее 50% от суммы запрашиваемого грамма. То есть, к примеру, вы просите 100 миллионов, значит, минимум 50 миллионов можно показать за период реализации проекта, показать софинансирование, которое было вложено с вашей стороны, как заявитель, как грант-получатель, в данном случае, в проект. Аналогичные условия у нас для компаний с выручкой побольше от 2 тысячи 3 миллиардов, но там уже софинансирование должно составить не менее 70%. То есть, для компаний с выручкой от 4 до 10 миллиардов, это предельный размер выручки для компаний, которым оказываем поддержку, уже софинансирование должно составить не менее 100% от суммы запрашиваемого грамма. С точки зрения направления расходования, здесь мы, поскольку сама по себе природа программы, она предполагает некую доработку продукта, либо создание нового продукта под требование какой-либо из крупных корпораций, то у нас направление поддержки соответствующее от НИОКР на этапе разработки продукции, разработки КД, проведение необходимых испытаний, загубка лабораторного оборудования, это создание, расширение или модернизация производства, но все, кроме стройки. Тут мы с МКС-ками никак не сможем закрыться, то есть ни земля, ни здания, сооружения, ни ремонт, ни строительство капитальных, и с точки зрения капитальных затрат. То есть исключаем это, а все остальное с точки зрения технологии, закупки оборудования, технологической линии, все это мы допускаем. Изготовление пилотной партии, приобретение всех необходимых комплектующих, а также сертификация, аттестация, какие-то дополнительные испытания в условиях эксплуатации на площадке заказчика, все это допускается, финансируется за счет средств нашей мероподдержки. Важная, очень отличительная особенность нашей программы от других программ, связанная с тем, что мы не предъявляем абсолютно никаких требований к необходимости создания результатов индивидуальной деятельности. То есть у нас нет никаких KPI по рядам, у нас нет никаких необходимости подавать обязательно заявку FIPS на регистрацию патента или полезной модели. Вы можете это делать, вы можете этого не делать. Мы абсолютно оставляем это на откуп грантополучателю и никаких спритязаний со своей стороны, тем более, не имеем по итогам реализации проекта на какую-либо индивидуальную собственность, если таковая будет создана в рамках проекта. То есть вы можете ее совершенно свободно распределять между участниками проекта или оставлять за собой. То есть здесь никаких требований у нас в принципе в этом отношении не существует. Если мы говорим о корпорациях-заказчиках, и здесь тоже хотелось бы остановиться чуть более подробно, то на сегодняшний день у нас заключено 22 соглашения с крупнейшими компаниями Российской Федерации, проструктурными компаниями из самых разных отраслей, начиная с нефтегаза, это Газпром, это Роснефть, Газпром, нефть, Татнефть, это транспорт, сфера транспорта, РЖД, то есть наро-транспортные машины уже 10 миллионов нет, но мы заключили соглашение недавно на форуме, электроэнергетика, Россети, и перечень расширяется, мы планируем также генерацию подключать сюда, компании, входящие в группу Ростех, УДК и КАМАЗ, судостроение в лице ОСК, Росатомс вместе с концертом, Роснаргатом, Почта России, ну, то есть, и Норники, и Северсталь, если мы говорим про металлургов, и в целом о добыче. Перечень постоянно расширяется, до недавнего времени у нас существовало ограничение к идентификации таких компаний в качестве корпорации заказчиков в объеме не менее 100 миллиардов консолидированных выручек по году, на сегодняшний день мы такое требование снизили, до 40 миллиардов, это позволит нам в текущем году расширить этот перечень, мы уверены, что он увеличится кратно, поскольку у нас были неоднократно, были прецеденты, когда компания приходит на корпорацию, она просто по губочке не проходит, и мы здесь, конечно, обратили на это внимание, и уверены, что компании смогут поворотиться к нам повторно. Почему это важно? Почему мы говорим о корпорациях-заказчиках? Потому что в каждой из этих компаний крупных, а это самые крупные инфраторные игроки Российской Федерации, уже созданы специализированные органы специально для взаимодействия с нами. Эти органы в рамках постановления именуются координационными советами. В целом мы допускаем, что внутри корпорации любой другой коллегиальный орган, который будет наделен соответствующим полномочиям, может выполнять функцию координационного совета. А функция эта заключается в следующем. Соответственно, корпорации этот коллегиальный орган должен определить потребность в количественном и стоимостном выражении в том проекте, точнее, в продукте проекта, который нами рассматривается. К нам приходит компания, она говорит, я готова выполнить технические требования предъявляемой корпорации для создания такого-то продукта и поставить его в обозримом будущем, когда он будет создан. А корпорация со стороны подтверждает, что да, в определенном объеме у нее потребность в таком продукте проекта с такими характеристиками у нее есть. Здесь мы не нарушаем ни в коей мере антимонтпольное законодательство, потому что мы не фиксируем это подтверждение как обязательство корпорации что-то приобрести, потому что такой не совсем договор будущей, хотя, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы за рамками нашей программы такие договоры заключались и какие-то были взаимные обязательства у сторон. Но здесь вот для того, чтобы нам поддержать проект и выйти на гранд-комитет на базильных номер развития, нам достаточно подтверждения такого как глядя органа о поддержке проекта и о размере потребностей в продукте проекта, а также согласование технических требований, что немаловажно, потому что зачастую бывает, что те тех требования, с которыми приходит заявитель, это его гипотеза. А на практике оказывается, что у корпорации требования бывают даже повыше. И вот неоднократно у нас такое уже происходило, и если грант-получатель согласен с этими тех требованиями, то мы, естественно, их включаем в договор, соглашение о выделении гранта. И на этапе реализации проекта корпорации участвуют в обязательном порядке приемки, подтверждая достижение тех или иных параметров. Это тоже одно из существенных условий, потому что программа направлена на удовлетворение потребностей именно в продуктах, которые востребованы корпорациям, которые готовы их приобрести. Здесь, пожалуй, тогда перейдем к требованиям, которые предъявляются нами на этапе отбора конкурсного. Здесь, пожалуй, я остановлюсь на двух ключевых, с которыми в основном у нас возникают... с которыми в основном у нас возникают не то чтобы сложности, но очень часто это предмет внимания экспертных организаций нашей внешней, которые мы привлекаем. В частности, мы работаем активно с аналитическими в центре предправительства Межитер Слева. И вот ключевое требование – это уровень готовности технологии или Тирель в английской аббревиатуре девятибалльной шкалы по уровню готовности. Тирель должен быть ниже четвертого. Что это означает на практике? Это означает, что у компании, которая обращается к нам за поддержкой, уже должны быть подтверждены базовые характеристики будущего продукта, хотя бы в виде макеты или лабораторного образца. Желательно, чтобы были проведены какие-то испытания, и протоколы испытания нам могли предъявить, чтобы мы убедились в том, что мы можем идентифицировать уровень готовности как не менее четвертого. Вот здесь мы просим очень внимательным образом отнестись при подаче заявки, потому что без подтверждения, к сожалению, экспертные организации четвертый уровень не готовы подтвердать, а финансировать научные исследования, поисковые миры, фундаментальные миры мы, к сожалению, не можем. У нас бывают вопросы о том, что давайте сначала проведем мир, по итогам мира уже будем двигаться дальше. Но вот здесь мы, к сожалению, не сможем поддержать такой проект. Нам нужно, чтобы фундаментальные миры, и поисковые, и прикладные в том числе, которые уже позволили продукт не расти до четвертой стадии, уже были проведены. Также у нас есть существенные ограничения на поддержку проектов, у которых на сегодняшний день на рынке существуют прямые серийные выпускаемые нам. Это ограничение напрямую продиктовано тем, что мы не можем позволить себе финансировать за счет средств федерального бюджета компаний, которые создают продукты, уже существующие на рынке. То есть в противном случае мы просто начнем создавать нездоровую конкуренцию и придавать конкурентные преимущества каким-то игрокам рыночным, которые не совсем справедливо было бы делать, когда продукция уже существует. В этом отношении мы, конечно же, всегда внимательным образом сравниваем, есть ли аналоги на рынке, можно ли их приобрести, доступны ли они, из числа российских производителей. То есть если на рынке есть зарубежные аналоги, это нормально. И если российский производитель готов довести параметры своего продукта, дорастить, что называется, производство для того, чтобы выпуска продукта, соответствующего зарубежному аналогу, это вполне приемлемый вариант. Но российские в данном случае, если уже кто-то есть на рынке, кто поставляет эту продукцию, а кто-то просто хочет дорасти до уровня другого российского поставщика, то здесь мы поддержать его не сможем. И здесь как раз хотел бы отдельно упомянуть о дополнительном ограничении, связанном с направлением финансирования расходов, поскольку программа предполагает обязательную доработку продукта либо создание нового, то у нас часть, минимум пятая часть средств гранта, 20% от суммы гранта, должна быть потрачена именно на доработку. То есть расширить производство просто за счет средств нашей поддержки не получится. Бывает так, что компания приходит и говорит, что у нас все доработано, у нас все готово, уже КД разработано, испытания, все есть, продукт мелкой серии выпускается. К нам бы только станков побольше и масштаб. Дайте нам рынок и подтверждение рынка и масштаб в виде производственных площадей, чтобы мы могли расшириться просто оборудованием, станки установить и начать производить оборудование в большем объеме. Здесь мы видим эту историю как такую абсолютно коммерческую, хорошую, правильную, понятную, но абсолютно коммерческую деятельность. И здесь скорее все-таки коллегам рекомендуем обратиться за средствами поддержки, может быть, в кредитной организации или за льготным кредитом ФРП. То есть когда нет доработки, когда нет создания нового продукта, здесь мы только на модернизацию и решение производства, здесь, к сожалению, поддержку не сможем обеспечить. У нас в программе также есть ключевое требование по необходимости использования в присознании продукта проекта так называемых приоритетных технологий. Они определены перечнем правительства в рамках нашего постановления. Они в целом соответствуют высокотехнологичным направлениям развития Российской Федерации дорожным картам, за исключением, может быть, отдельных только, по которым дорожных карт нет. Но так или иначе, при анализе того опыта, который мы успели получить, мы понимаем, что тут, наверное, достаточно большой перечень, расширенный, очень большой, еще более расширенный перечень представленный у нас на сайте. Но в целом мы понимаем, что, наверное, здесь нет какой-то глубокой фармы. То есть вот с какой-то прям такой очень-очень глубокой фармой здесь, наверное, найти что-то подходящее для себя, наверное, не удастся. А в целом тут искусственный интеллект и квантовые коммуникации, и технологии придачи электроэнергии на новых принципах. То есть здесь достаточно большое такое перечень расширений. И мы не сталкивались в основном с... Точнее, наши заявители не жаловались нам в основном на то, что они не могли бы себя идентифицировать в этом перечне. Но фарма, к сожалению, упадает объективно. С точки зрения механизма, который мы реализуем при прохождении отбора, то его можно разделить на такие три условных этапа после подачи заявки. Мы проводим внутреннюю экспертизу, связанную с формальным соответствием заявки и документов нашим требованиям, конкурсной документации, а также финансово-экономическую оценку предприятия заявителя на предмет возможности обеспечить софинансирование. В дальнейшем мы выдвигаемся уже из внутреннего на внешний контур. Мы проводим оценку техники экономической с привлечением экспертной организации внешней, в частности, о которой я упоминал уже, в лице аналитического центра при правительстве. Также в зависимости от специфики проекта мы можем привлекать другие экспертные организации. У нас есть организованный пул, он также открытый. Мы можем, если какая-то будет совершенно специфическая тематика, мы готовы включить и давать дополнительную экспертную организацию для того, чтобы обеспечить внешнюю экспертизу. А также мы уезжаем с нашим инженерным центром партнерским в партнерстве с анапрактикой. Мы уезжаем на технические аудиты, смотрим, что заявленные параметры проекта соответствуют тому, что есть у заявителя на площадке, либо при условии, что ее можно дооснастить, то есть можно будет выпустить проект, и формируем отчеты технического унитета, который также у нас является одной из составляющих частей в комплекте документов, которые в итоге попадают на грантовый комитет. Если все этапы внутренние и внешние пройдены, мы приходим к корпорации с этим комплектом и уточняем на Координационном совете, существуют ли потребности в каком объеме в продукте проекта с заявленными техническими кратистиками, и корпорация уже либо уточняет тех требований, согласовывает их, в том или ином виде, и также определяет потребность. После чего мы двигаемся на грантовый комитет, и грантовый комитет уже голосует, причем здесь важная особенность, у нас состав членов грантового комитета обязательно входит представитель корпорации. Корпорация не просто нам выдает протокольные решения и забывает об этом, она также поддерживает проект в обязательном порядке на грантовом комитете и голосует за него. Это очень важное существенное условие, потому что без поддержки корпорации проекта у нас решение принято быть не может. Отдельно хотел упомянуть также о том, что у нас не принимаем на практике, мы не принимаем решений положительных, и грантовый комитет в частности их не принимает, в том случае, если потребность не подтверждена в необходимом объеме. Вот тот прирост объема выручки, о котором я упоминал в начале, пятикратный прирост объема выручки от продажи продукта, созданного за счет средств гранта на протяжении шести лет, он у нас в обязательном порядке должен быть определен, объем потребности со стороны корпорации должен быть определен в объеме не менее пятикратного размера гранта. В этом отношении мы, что называется, не допускаем возникновения каких-либо рисков у заявителя в том случае, если корпорация не подтвердила объем потребности. Мы, конечно, понимаем, что объективно по некоторым видам продуктов у корпорации просто объективно может не быть такого объема потребности. Тут возможен просто корпоративный заказ, мы можем уточнить наличие потребности у других корпораций просто и выйти на комитет уже с совокупной потребностью. Бывает, конечно, так, что компания настолько уверена в себе, в своем продукте, в своей силе, что даже если корпорация не подтверждает потребность, она соявляет уверенно и подтверждает это самостоятельно, то есть от иночных драков, что она свою продукцию на продажу, это что называется, и обязательно обеспечит объем выручки. И здесь вот важное уточнение как раз в отношении этого прироста объема выручки. Мы не ограничиваем выручку только лишь выручкой стороны корпорации заказчика. То есть продукт можно продавать в рынок, добирать выручку, никаких ограничений на этот счет у нас. На мониторинге, наверное, отдельно останавливаться не буду, у нас есть целый порядок. Объекты на сайте порядка расходов и средств гранта со всеми подтверждающими документами необходимыми, отчетностью, порядка сдачи отчетности, финансово-техническая. Это всегда такая уже детализация более глубокая. Ну, она сейчас не имеет смысла не ставится. Ну, только напомню, что мы проводим мониторинг на протяжении шести лет с момента подписания договора. Также у нас есть ряд контрольных точек, которые мы обязательно должны пройти с нашими грантополучателями. В частности, нам нужно создать экспериментальный образец не позднее второго года, с начала реализации проекта, а также запустить производство не позднее третьего года, то есть, по сути, к концу периода финансирования, предельного периода финансирования нашего проекта с грантополучателями, проекта грантополучателями с нашей поддержкой, должно быть запущено производство уже. Отлажены процессы технологические. По итогам четвертого года мы уже ожидаем, что грантополучатель заключит договор поставки и оказание услуг на тот вид продукта, который был заявлен в рамках проекта и начнет поставку. И позднее четвертого года уже достигнут выручки в однократном размере гранта, к пятому году – двукратного, а к шестому, соответственно, пятикратного размера гранта. При этом эти показатели можно выполнить заблаговременно. Мы устанавливаем эти предельные сроки как целевые, они только лишь предельные. Если достигли раньше, все хорошо. Здесь я отдельно хотел упомянуть о том, что у нас предусмотрен за недостижение данного показателя предусмотрен лишь пропорциональный возврат, что нас существенно отличает от других мер поддержки, которые, в частности, по субсидиям Минпрома, где недостижение, какое-либо из минимального достижения влечет возврат средств в полном объеме. Мы в этом смысле предусматриваем формулу пропорционального возврата, то есть мы не достигли половины, тогда только половина средств гранта. 10% – значит, 10% средств гранта. И в этом отношении это финансирование превращается в такой некий аналог такого беспроцентного кредита. Можно его так позиционировать в случае недостижения данного показателя. На сегодняшний день у нас открыта четвертая очередь приема заявок. Мы провели уже три из них, и очередь текущая продлится до середины сентября. Но мы рекомендуем подавать заявки, не дожидаясь окончания этого периода, потому что мы приступаем к рассмотрению заявок незамедлительно после их подачи. То есть мы не ждем, когда закончится общий сбор, и потом начинаем анализ. Нет, нет, и как только вы подали заявку, мы уже начинаем по ней работу. Поэтому в этом отношении, кто придет раньше, собственно говоря, у этого большие шансы претендовать на финансирование в этом году, потому что мы ожидаем, что спрос у нас на программу, как мы видим, за три очереди, он только нарастает. А бюджет пока что у нас лимитирован, что называется. Потому что мы уже заключили договоров на порядка 6 миллиардов рублей. Это не означает, что у нас осталось 4, но вместе с тем, то есть если кто придет раньше, то будет точно совершенно с большей вероятностью претендовать на получение финансирования в этом году, поэтому предлагаем не откладывать подачу. Вот если говорить про очереди состоявшиеся, то у нас, конечно, пока заявки преимущественно от компаний из европейской части, но мы очень будем рады видеть заявки от представителей других субъектов Российской Федерации, и не только в европейской части, да, и Дальний Восток, и Сибирь, и Западно-Восточный, и Урал, кстати, Уральский регион подтягивается хорошо, у нас из Челябинской области достаточно много заявок поступило, УФА, Татарстан, ну, они ближе к Центральному. Если говорить про объем запрошенного финансирования, то он превышает 24 миллиарда рублей. Пока что корпорации-лидеры, на которых подается компания, это в основном транспорт, нефтегаз, автопром, энергетика, здесь подтягивается с Супром, но, опять же, повторюсь, ограничением не является тот список корпораций, который у нас был представлен на слайде, он не исчерпывающий, если вы там не нашли корпорацию в этом списке, вы можете смело подавать заявку, указывая ту корпорацию, которую считаете нужным. Нужно, мы обязательно предпринимаем все необходимые действия по заключению с ней соглашения, формированию курсовета, выстраиванию взаимодействия, то есть здесь это не является ограничением при подаче. Средним размером портретов, простите, грантополучателей у нас, конечно же, такой достаточно уверенный компаний из себя представляет, выручка у нас средняя, наш грантополучатель в районе 2 миллиардов рублей, но у нас получают гранты также компания с выручкой до миллиарда, при этом просим учитывать, что действует правило по определению предельного размера гранта, у нас он установлен программой 250 миллионов, но для компании с выручкой меньше миллиарда, мы всегда делим выручку на 4 за последний год и определяем предельный объем. То есть если компания выручка 800 миллионов за последний год, мы готовы предоставить 200 миллионов рублей в качестве предельного размера гранта, соответственно, если 500 миллионов, то 125, ну и так далее. То есть выручку делим на 4. Средний размер грант, который мы представляем, он в районе 150 миллионов рублей. В данном случае у нас на слайде представлено разрезы корпораций, лидерах пока у нас «Газпром», «Нефтегаз», представительная компания, но, опять же, такая сухая статистика нашей внутренней работы, которая была пройдена чуть больше, чем за год. Если мы говорим про шаги по подаче заявки, то все заявки у нас принимаются в электронном объединении на нашей электронной площадке, в личном кабинете, который можно будет зарегистрировать. Но перед этим мы все-таки рекомендуем всем компаниям выстроить коммуникацию с будущей корпорацией заказчика, я, конечно, с будущей корпорацией заказчиком, и подтвердить для нас в составе материала заявки это взаимодействие. Это может быть какое-то письмо. С подтверждением заинтересованности в будущем продукте, может быть, без какой-то детальной конкретики, но какая-то базовая заинтересованность, которая позволит нам инициировать процедуру отбора. Это может быть протокол совещания, это может быть протокол ученического совета, это может быть преддоговор, если вы уже зашли на какую-то глубокую стадию коммуникации, взаимодействия. То есть нам нужно обязательно убедиться в том, что заинтересованность в том продукте, который вы хотите создавать, со второй корпорации есть. А дальше уже мы на своем плече определим, вместе с корпорацией эту потребность в рамках тех процедур и соглашений, которые у нас с ними заключены. После того, как вы получите подтверждение, можно уверенно подавать заявку в личном кабинете. Все шаблоны документов представлены на сайте. У нас работает горячая линия поддержки. Вы можете на открытой к общению сюда, можете нам звонить по телефону, писать по электронной почте, в чат-бот на сайте. У нас максимальным образом мы постарались в личном кабинете сделать подсказки к каждому полю, примере заполнения шаблон документов. То есть в этом отношении мы готовы вас проконсультировать. Пожалуйста, можете обращаться, и мы вам обязательно подскажем, как поступать в стольную ситуацию с точки зрения заполнения тех или иных полей в системе. Ну, собственно говоря, на этом, пожалуй, все. Вот на сайте представлены наши контактные данные. Какие-то, если есть вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо большое. Спасибо, Виктор Сергеевич. У нас есть вопросы в чате уже. Коллеги просят уточнить. То есть на сегодняшний день компания уже должна быть достаточно крупной, поскольку требования все-таки к выручке от 300 миллионов рублей, как я понимаю, годовых. Да? Да, это у нас формальное требование. Мы в этом отношении смотрим либо на последний отчетный год, либо на три последних отчетных годы как среднее значение выручки. То есть мы понимаем, что могут быть какие-то провалы, но если у компании до этого была выручка выше, и среднее значение за три последних отчетных годов превышает, с суммой в 300 мы допускаем такие компании, как отбор. Еще от себя добавлю. Вот там у вас, по-моему, там в втором слайде, да, как раз программа «Взлет» от стартапа до IPO. Да, это предполагается, что все-таки у стартапа выручка 300 миллионов рублей годовая. Коллеги, да, смотрите, я могу здесь прокомментировать. Дело в том, что сам по себе федеральный проект, он содержит в себе разные совершенно различные меры поддержки, и в данном случае мы в рамках всего федерального проекта находимся в самой его конечной части. То есть на этапе, понятно, что на этапе созревания компании на каждом из разных этапов поддержка нужна разная, и мы в этом отношении, когда компания растет, мы ее поддерживаем уже на том этапе, когда она достигла определенной стадии зрелости и уже готова выходить на IPO. И вот там мы уже поддерживаем ее в отношении тех продуктов, которые она готова создавать для рынка, в том числе крупного корпоративного рынка. В этом отношении в рамках всего проекта, федерального проекта, мы находимся в его самой зрелой части, самой уже новой. А вот в отношении выхода на IPO? Ну, в данном случае у нас нашим непосредственно центром поддержки, который является оператором, у нас данная мера пока не предусмотрена. С точки зрения самого фед-проекта я не могу уверенно сказать, но допуская, что, может быть, у коллег из Сколково есть отдельные виды поддержки, здесь надо пообщаться отдельно. Но пока в рамках нашей меры, по-третьему, восстановления, мы о самом IPO не говорим, то есть о поддержках нововых и на самом IPO. Но фед-проект, да, наверняка это допускает, но это уже не совсем в рамках дорощивания. Понятно. Спасибо большое, потому что не совсем тривиальное дело. Еще вопрос из чата. Требуется ли самооценка ТРЛ или нужно стороннее заключение? Или вам нужно предоставить весь комплект документов, и ваши эксперты уже будут оценивать все это? Да, вопрос понятен. Мы в этом отношении подходим всегда следующим образом. Мы понимаем, что тот ТРЛ, который нам заявитель предоставляет, он является заявленным уровнем ТРЛ. То есть он заявитель в отношении себя ТРЛ определил вот так, на таком уровне. То есть он может быть завышен, он может быть занижен, но он может быть каким-то. В этом отношении мы всегда ориентируемся уже на подтвержденный уровень ТРЛ при определении, при проведении экспертизы, и он уже для нас является определяющим. То есть это не означает, что заявитель, конечно, может заявить на любого уровня ТРЛ, мы допускаем ошибку на этапе заявки, что может как-то не совсем корректно истолковывать наши требования к определению шкалового уровня технологии, и эксперты уже либо подтверждают этот уровень, либо его просто корректируют. Мы доверяем экспертному мнению, и в случае, если каких-то документов, может быть, не достает, мы готовы запрашивать, чтобы уровень таким тем или иным образом был подтвержден со стороны экспертной организации. Соответственно, значит, вам заявитель самоопределяет уровень ТРЛ, или предоставляет документы уже на проверку? Да, да, совершенно верно. Понял. А у вас на сайте есть где-то разделчик, где это упомянуто, чтобы коллеги смогли ознакомиться? Да, конечно. У нас в соответствующем поле подростка документов есть рекомендации в отношении документов, которые могут быть предоставлены. То есть протокол испытаний, те или иные виды документов, которые подтверждают уровень готовности нам. У вас документация также изложена, но в подсказках в поле в системе у нас для многих будет более актуальна. Да, и еще один вопрос просит уточнить, а сколько примерно проходит времени с подачи заявки до грантового комитета и подписания соглашения? Коллеги, смотрите, тут все очень сильно зависит от качества материала в заявке и от того, нет ли каких-либо препятствий при рассмотрении внутри корпорации заказчика. Такие хорошие примеры уверенного прохождения этапа компасного анбора говорят о том, что средний срок подачи заявки заключения договора гранта с ученой всех стадий – это полтора-два месяца. То есть качественные материалы, отсутствие каких-то вопросов со стороны экспертных организаций и группы техаудита, поддержка со стороны корпорации в части подтверждения потребностей этих требований, уверенно, можно говорить, что не более двух месяцев. А в тех остальных случаях у нас есть, конечно, рекордсмены, которые проходили гораздо быстрее этого срока, но это скорее такой эксклюзив с точки экзотики, а точнее, потому что там или другие обстоятельства, там, Новый год, да, и корпорации тесные отношения с заявителем, то есть понятный продукт, там, и, в общем, когда на всех этапах все очевидно для всех участников процесса, тогда, конечно, этот срок может быть гораздо меньше, там, до месяца. Но традиционно, конечно, когда мы говорим о компаниях, которые с корпорацией пока не вышли на тесное взаимодействие, или мы говорим о корпорации, которые еще не выстрелили за взаимодействие с нами, которые до конца еще не понимают требования нашей программы, в каком виде нам нужно подтверждение, как мы проводим комитеты. Конечно, это занимает время, и здесь у нас мы можем выйти в три месяца и больше, и здесь очень все сильно зависит от всех участников процесса. Ну, предельный срок у нас на сегодняшний день, наш конкурс на документацию встанет в 130 суток ученик. Это самый предельный срок, который мы можем себе позволить пересмотреть. И еще вопросик. Финансируются ли затраты, которые компания успеет в этот период времени понести? Потому что, как я понимаю, идея в том, что компания может к вам податься и продолжать или начать работу заблаговременно до подписания. Ну, грубо говоря, в инициативном порядке. То есть, какой-то механизм принятия затрат до даты подписания предусмотрен, или заявитель берет на себя эти риски и затраты? Смотрите, если компания подает заявку, но при этом начинает вести работы, ну, инициативно, так сказать, по сути, вы оплачиваете расходы с момента подписания договора? Или есть возможность включения затрат, которые были понесены до? Коллеги, да, смотри, здесь у нас, прошу обратить внимание, да, и вот, наверное, это ключным является ответить на данный вопрос. Мы никогда не компенсируем затраты. То есть у нас, в принципе, нет понятия компенсации затрат. У нас мы опереживаем только термином объемства финансирования. В этом отношении мы допускаем, чтобы те затраты, которые компания понесла с момента подачи заявки, были включены по объему софинансирования первых этапов реализации проекта. Но ни в коем случае не компенсированы. То есть вот здесь мы очень так просим обратить на внимание, потому что коллеги очень часто нас путают с субсидией Минпрома, которые вот именно про компенсацию затрат. Когда-то потратили, а потом, значит, компенсировали. Здесь у нас все ровно, что называется, наоборот. И то оборудование, которое было куплено ранее в виде имущества, в проект вложено быть не может. То есть каким-то имущественным вкладом. Все, что было до подачи заявки с точки зрения затрат, которые могут быть даже нарядоваться проектом, мы не сможем включить в объем софинансирования. Поэтому в этом отношении с момента подачи – да, с момента подачи заявки – да, в объем первых этапов софинансирования. С точки зрения компенсации расходов до подачи заявки совершенно точно нет. И если что-то было куплено в виде оборудования для цилизации проекта ранее, до подачи заявки, тоже как проекту, как вклад в проект или как переданное имущество, может быть, от других дочерних компаний, другая организация тоже, в данном случае, софинансировали. Как софинансировать, за честь не можем, не сможем даже после подачи заявки. Бывает так, что мы там разработали станок, он у нас мегасовершенный, но он у нас висит на балансовой дочке. Давайте мы его придадим сюда, значит, грантополучателю, и вот это будет наше софинансирование. К сожалению, нет. То есть имущество получится. Спасибо. И еще вопрос. Может ли быть заявителем на грант группы компаний? В случае, если проект разрабатывается несколькими компаниями, входящими в эту группу. Коллеги, комментарий следующий. Одно юрлицо, один проект. До завершения проекта следующую заявку подать можно было на просто нибудь рассматривать. То есть надо сначала завершить, получить выручку, просто видим выручку. Потом можно подавать этим же юрлицом заявку на второй проект. Группа компаний в этом отношении, как группа лиц, как консорциум, как объединение, как товарищество податься не может. Можно лишь развернуть кооперационную спочку, отразить в составе заявки. То есть, к примеру, есть конкретное юрлицо, которое является грантополучателем. Оно будет нести полную ответственность за достижение всех показателей, которые у нас в договоре грант прописаны. Оно может привлекать как соисполнителей организации, входящих в группу, на отдельные виды операции, работу технологических поставок комплектующих. Это не возбраняется. Но коллективность, что называется, ответственность не быть не может. У нас должно нанести ответственность перед нами, как перед центром поддержки, как операторам, одно юрлицо. При этом мы допускаем, что внутри группы компаний у разных юрлиц могут быть разные проекты. Если они будут подаваться параллельно, мы тоже не видим в этом ничего отрицательного. То есть, допускается условия на программу. То есть, еще раз, одно юрлицо – один проект. Если юрлиц, несколько юрлиц входят в группу, можно подавать разными юрлицами в два проекта различных. И внутри группы компаний можно брать на суд подряд в кооперационную цепочку, привлекать как соисполнителей компании, входящие в одну группу лицу, но подавать заявку все равно должно какую-то одну из них, и она будет рада получать. Ну, в принципе, да. Это разумно, если у вас стоит ограничение на один проект от одного юрлица, то разумнее от какой-то компании, входящей в холдинг, подаваться отдельно, а не от самого главу управляющей компании холдинга, чтобы сохранить возможность еще подаваться. Но, как я понимаю, здесь нужно будет именно описать тогда кооперационную цепочку и назначить главного, грубо говоря, заявителя. Совершенно верно. И здесь вот я еще прошу обратить внимание, зачастую бывает так, что компании несколько приврат, истолковывать требования нашей документации, допуская, что они могут выступать грантополучателям, но при этом не производить никакой продукции, все отдавать нас подряд, заказывать контракт на производство. То есть тут заказали документацию, там заказали производство, там тут заказали комплектующие, то есть а сами вообще ничего не сделают. То есть только получили грант и распределили. И вот этого, конечно, допускать, у нас это прямого запрета на это, конечно же, нет. Но это не означает, что мы приемлем в данном случае такие подходы стороны компании. Мы все-таки стараемся позиционировать нашу меру поддержки, как доращивание конкретных поставщиков. То есть чтобы сам поставщик, да, у него может не иметь все компетенции, да, он может не иметь конструкторского дела, да, или там у него не все перегилы технологические могут быть на его производстве. Это нормально. Но это не означает, что он просто должен выступать посредником, просто получать деньги, распределяя их между какими-то данными евро-диническими лицами, а потом кто-то будет производить, продавать, а он просто освоил средства. Нет, такого быть не должно. Поэтому в этом отношении мы все-таки стараемся все-таки отслеживать и проекты отбирать именно тех поставщиков, производителей, которые на своем плече готовы свое производство усовершенствовать. И для того, чтобы выпускать продукт с новым качеством или создавать новый продукт и поставлять. В конечном итоге, да, можно делать поставки через торговый дом, внутри группы, мы это допускаем, но все-таки производителем должен быть он и конечным. И отвечать за результат тоже должен быть он. Это не должна быть какая-то инженерная структура, которая просто распределила средства гранта, я считал за свои. То есть вот это будет наша компания. Но с этой точки зрения, в принципе, управляющая компания совсем не подходит, поскольку она... Совершенно верно. То есть нужно выделять конкретному исполнителю в группе. Так, коллеги, пожалуйста, еще вопросы задавайте. Если пока нет, то еще один уточняющий вопрос по поводу ТРЛ. Соответственно, коллеги спрашивают, если фонд будет начисленный, оплачен за два месяца экспертизы, то есть для проведения испытаний, как я понимаю, для получения экспертного заключения, подтверждения уровня готовности, то эти затраты компания оплачивает сама, останавливает работу, ждет, пока будет проведена ваша экспертиза, подписано соглашение, потом начинают, собственно, работать. Я все правильно понимаю? Ну, мы в этом отношении никаких ограничений не накладываем. То есть если проект компании реализуется, она планирует успеть вложить его в определенные сроки, а зачастую так и происходит. Вот смотрите, у нас есть примеры проектов, когда компании уже подписали дорожную карту с заказчиками, у них уже есть совершенно конкретные обязательства. Да, они не финансового характера, но они в виде договорных, в виде таких ориентиров, зафиксированы на бумаге, и они не планируют их нарушать, и они двигаются. И, конечно же, рассчитывать на нашу поддержку финансовую, мы понимаем, что идет процедура экспертизы, они все равно не останавливают реализацию проекта, и затраты несут. Просто потом они будут включены в виде софинансирования на реализацию проекта, когда и если проект будет поддержан. В этом отношении останавливать или не останавливать, это решение отдельное, конкретное решение для этой компании. Мы здесь не имеем никаких требований и рекомендаций, то есть это все достаточно индивидуально. С точки зрения, еще вот в начале, с точки зрения определения уровня готовности, я так понимаю, что вопрос заключается в том, что компания планирует потратить какие-то деньги на экспертизу по определению уровня готовности, чтобы потом и включить. Ну, как я понимаю, да. Ну, вы знаете, для нас пока вот это, ну, мы не встречали пока таких прецедентов отнесения подобного рода затрат к софинансированию, потому что традиционно у нас все-таки компании стараются потратить деньги на проведение совершенно конкретных работ, которыми можно отчитаться и подтвердить УГТ, допустим, проведение испытаний. То есть, там, какую-то лабораторию, там, да, или оборудование где-то разместили в каком-то испытательном центре и понесли затраты. Это да. Потому что привлечь экспертную организацию, чтобы она помогла им определить их уровень готовности подаваться к нам, мы пока просто этого не встречали. У меня пока скепсис на этот счет, что эти затраты можно будет включить как затраты на реализацию проекта, потому что, ну, собственно, мы для компании это делаем бесплатно, по-хорошему, мы делаем это за счет средств казначейских федерального бюджета, поэтому нанимать дополнительную экспертную организацию, которая, по большому счету, выполняет нашу функцию, ну, для нас это по меньшей мере как-то выглядит пока не очень обоснованно, поэтому не уверен, что мы сможем эти затраты засчитать. Смысл ровно именно такой, как вы озвучили, то есть вы подали заявку, продолжаете нести затраты, если эти затраты попадают в те направления финансирования, которые допустимы в рамках проекта, да, за счет бюджета или небюджета, то мы их можем на первых этапах засчитать как софинансирование, когда вы уже придете к нам с отчетом, потому что у нас же какая процедура предоставления гранта, мы стопроцентно авансируем каждый этап, наступил первый этап, вы заложили какую-то определенную сумму, определенный срок, мы до начала выполнения работы перечисляем вам деньги насчет коммерческом банке, без казначейских счетов, значит, вы ими распоряжаетесь, и к концу этапа нам приносите отчетные документы, технические и финансовые, и вот по финансовым документам вы показываете нам, что вы средства гранта в полном объеме использовали и обеспечили свое финансирование в необходимом объеме, и в том числе можете показывать в виде подтверждающих документов платежные поручения и прочие договоры, по которым вы совершали платежи для реализации проекта, на приметение оборудования, на заработку РКД, на предыдущие испытания, и эти документы будут являться основанием для того, чтобы мы это софинансировали за честь как в необходимом объеме. Вы можете потратить больше денег, это допускается, но в объеме не менее, который установлен в нашей документации, будет для компании срочкой любых кандидатов рублей во время не менее 50% на каждом этапе.